Итак, это поправки режима Елене. Тут долго писать на вебинаре вы не были, поэтому дам поправки в видео. По поводу холодильника, смотрите, обратите внимание, какой он на исходнике. То есть выгнутая поверхность. Во-первых, сам по себе холодильник, он не плоский, он именно выгнутый, он пузатый такой слегка. Во-вторых, поверхность неровная, то есть она искажена. Вам надо сделать то же самое. То, о чем я писал ранее, почему-то вы этот пост либо не увидели, либо не сделали. У вас сейчас холодильник выглядит вот таким образом, что совсем не похоже. То есть у вас просто плоскость идеально гладкая, ровная. Это раз. То есть надо его сделать именно выгнутым. Во-вторых, нужно наложить... Вот вы написали, что поставили карту Bump Noise. Ну, сейчас, может быть, она и есть, но нет отражений вообще почти. Либо они есть, но очень слабые и очень сильно размытые. Здесь размытость отражений должна быть, ну, то есть глянцевость отражений, получается, должна быть где-то 0.85, может быть, даже 0.9. То есть отражения достаточно четкие, просто они за счет того, что кривизна большая, они очень сильно искажаются. Попробуйте сделать это. Цвет Diffuse, соответственно, темно-темно-коричневый такой, слегка с коричневатым оттенком. Почти черный, то есть серо-коричневый цвет. Вот примерно, вот как самая темная область возьмите, примерно как вот в этой точке будет цвет вашего Diffuse. Так, дальше. Неплохо бы, кстати, делать вот исходник и рядом ваш рендер, потому что сейчас они далеко друг от друга находятся. Вам самим даже проще будет понять, в чем ошибка, что сделано не так. В каждой камере свой color balance регулировали отдельно. Но вот эта картинка, например, очень темная. То есть ее надо высветлять минимум раза в два. Вот я сейчас открою ее в фотошопе. Смотрите, да, насколько сильно нужно высветлить. Примерно так. Примерно такая по цвету она должна быть. Сейчас очень темно, очень. Поэтому поправьте ISO еще раз. Далее. Вот эта картинка вроде бы неплохо, но опять же, смотрите. Если сделать... Скорее всего, не будет совпадать сейчас горизонт камеры и ваш горизонт на картинке. Так она и есть. То есть горизонт должен быть вот здесь. Камера у вас стоит, судя по всему, как-то... Ну, может быть, вниз направлена как-то, может быть, как-то еще. Но, в общем, здесь перспективы абсолютно не сходятся. То есть горизонт должен быть вот здесь. По поводу горизонта камеры было отдельное видео. Посмотрите заново. То есть вашу картинку надо вот с этого уровня опустить вот сюда. Это во-первых. Во-вторых, ну, можно сделать эту картинку более яркой, более высветленной. Тоже делать это либо в фотошопе, либо прямо в 3D Max в настройках карты повышается параметр offset. Или параметр output. Ну, то есть посмотрите, какие параметры лучше будут. Вот вам надо ее просто выберить. Затем. Вот эта картинка вроде бы по материалам, в принципе, неплохо. Но почему-то она такая вот бледная. Не знаю почему. Может быть, сохранили так. Может быть, еще что-то не так сделали. Ну, давайте разберемся, как с ней быть. То есть вам ее, по идее, надо, опять же, высветлить и добавить контраста. Ну, вот уже более-менее похоже на правду сейчас. Опять же, да, горизонт камеры, вернее, горизонт бэка за окном слишком высоко. Нужно понижать его. Во-вторых, смотрите здесь, вот в этой области. Нужно добавлять отражений, бликов. Я сейчас не вижу исходника, но, в принципе, скорее всего, там тоже. Вот здесь какие-то очень матовые отражения. То есть надо их увеличивать, делать более глянцевый оттенок. И диффуз ставить более темный. Сейчас такие молочные цвета получаются. Здесь на чайнике аналогично. Диффуз более темный. Что-то еще. Здесь тоже вот эта поверхность, она вся плоская. Так, что-то у меня кисточка тут неправильная какая-то. Вот эта поверхность, она вся плоская. Нужно сделать ее, вот как на исходнике, у вас тоже скруглить. Берете, просто накладываете вот на эту часть, либо на весь стул модификатор FFD-Box. Хотя бы там с тремя точками. Делите вот эту поверхность, вот так, по вертикали, на полигоны, если этого еще не сделано. И на виде сверху у вас стул должен получиться, сейчас он плоский, он должен получиться вот таким. То есть спинка должна быть скругленная. Исходить у вас именно так. Тогда это даст дополнительный блик. Сейчас этого блика нет. Ну, даже если мы настроим правильно материал, этого блика не будет. Он будет неправильным. Здесь нужно добавлять отражений и добавлять глянцевость. Ну, я не знаю, какая она сейчас установлена, но глянцевость должна быть примерно 0,70, 0,75, может быть, судя по исходникам. Так, вот на исходнике. Видите, какая спинка? Она не ровная, не плоская. У вас должно получиться то же самое. Обратите внимание вот здесь. Цвет не белый, а серый. То есть цвет вот этих фасадов, он серый. Слегка сероватый, да? Не идеальный серый, ну, не средний серый, как внизу дверцы, а такой молочно-серый. И глянец тут, ну, почти близко к единице. То есть где-то 0,98 глянец ставьте. И ставьте больше отражений. Сейчас отражений у вас почти нет. Что еще тут сказать? Давайте посмотрим. Здесь тоже вот этот материал торшера очень странный. Какой-то синий, прозрачный. То есть это больше похоже сейчас на стекло, либо такой пластик. В данном случае, на мой взгляд, на исходнике давайте посмотрим. У вас тут он вообще должен быть коричневого цвета. Ну, да, это, скорее всего, пластик. Но обратите внимание, как он отражает сильно. У вас отражений почти нет. Вернее, они есть, но, опять же, они очень сильно размыты и очень нечеткие. Отражения не читаются. Ставьте более четкое отражение, вернее, более четкий глянец. И добавляйте отражение, меняйте цвет. Может быть, чуть-чуть примешать коричневого именно в цвет отражений. Ну, и диффуз цвет тоже меняется. Так, тут рояль и прочие дела. Пока оставим в стороне, пока не до них тут. Цвет стульев, соответственно, тоже. Давайте посмотрим, какой вот у нас на исходнике. Ставьте его не таким белым, не таким светлым, чтобы читались отражения. Если объекты у нас слишком белые, отражения не читаются. В принципе, здесь можно чуть более темным его сделать. И добавить текстуру кожи. Уже на вебинарах много-много раз показывал, рассказывал про то, какая текстура кожи была должна быть. Пожалуйста, пересмотрите. Уже не буду в пятый раз повторять. Вебинары нужно посещать. Фасады кухни. Возвращаемся к ним. Здесь должен быть более серый цвет. То есть, более темный. Примерно как холодильник у вас сейчас. Смотрите, тоже исходник. А здесь я уже сказал, больше глянца и больше отражений. В принципе, все. Параметры материала здесь, в принципе, не нужны. Пожалуй, на этом все. Поправьте, вот внимательно пересмотрите каждый пункт и сделайте поправки. Да, вот этот ракурс, он очень темный. То есть, его тоже нужно высветлять. Все эти параметры внесите, вот прям все. И выкладывайте тогда результат. Будем смотреть дальше, что менять дальше.